Высочайшая форма любви. Существует еще форма любви, которая представляет собой совершенную, предельно возможную любовь, такую, что в сердце любящего не остается места ни для кого, кроме объекта его любви. Эта любовь не приемлет никакого соучастия. Досталась она только двум из людей. Это пророки Ибрахим и Мухаммад. Мир и благословение Аллаха им обоим. Как сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поистине Аллах сделал меня своим халилем, подобно тому, как он сделал своим халилем Ибрахима, передал муслим. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, если бы я мог избрать себе халиле из числа обладателей земли, то я избрал бы Абу Бакра. Однако ваш товарищ уже является халилем Аллаха, передал муслим. А в другом хадисе говорится, я отрекаюсь от любых халилей, кроме Аллаха, передали муслим от Тирмизи. Когда Ибрахим, мир ему, обратился к Господу с мольбой даровать ему сына, и его просьба была удовлетворена, он привязался к сыну и отвел ему место в своем сердце. И возлюбленный проявил ревность в отношении своего халиля. Как может быть в его сердце место для кого-то, кроме него? И он повелел ему принести сына в жертву. Это повеление пришло к нему во сне, дабы исполнение его стало для него величайшим испытанием. Целью, разумеется, было не заклание юноши, а устранение его из сердца Ибрахима так, чтобы сердце его целиком принадлежало Господу. Когда Ибрахим, мир ему, поспешил исполнить веление, поставив любовь к Аллаху выше любви к сыну, случилось то, что и требовалось, и заклание было отменено. Исмаиль был заменен великим жертвенным агонцем, ибо не бывает такого, чтобы Аллах отдавал некое веление, а потом полностью отменял его. Оно либо остается в силе частично, либо чем-то заменяется. Так осталось узаконенным жертвоприношение. Также осталась желательность подавать милостыню перед тайной беседой. Остались пять обязательных молитв после отмены пятидесяти, и осталась награда за них. В хадисе упоминается, что Всевышний сказал, слово мое не подлежит изменению. Это пять молитв, но воздается за них, как за пятьдесят. Передали Аль-Бухари муслим. Правильный выбор. Как уже было сказано, раб Аллаха отказывается от того, что любит и чего желает, только ради того, что он любит и чего желает больше. При этом он отказывается от менее желанного ради более желанного. И он делает то, к чему питает отвращение, ради обретения того, любовь к чему в нем сильнее отвращение к данному действию, или ради избавления от того, к чему он питает большее отвращение, чем к данному действию. Разум, как уже упоминалось ранее, побуждает человека выбирать из двух любимых им вещей наилучшую, и из двух зол – меньшее. И это – совершенство силы любви и ненависти. Это невозможно без двух условий. Это сила восприятия и смелость сердца. Отказ от осуществления этого, либо образ действий, противоположный описанному, становится следствием либо слабости восприятия, из-за которого человек не различает степени значимости любимого и ненавистного, либо из-за слабости в самом человеке, в сердце, так что оно отказывается подчиняться ему и выбирать наилучшее для него, хотя он и знает, что лучше для него. Если же у человека здравое восприятие, и сам он силен, а в сердце его достаточно смелости, чтобы выбирать наилучшее из желанного и наименьшее из ненавистного, то это означает, что Всевышний помог ему обрести причины счастья. Среди людей есть такие, которыми страсть владеет в большей мере, чем разум и вера. Есть и такие, в которых вера и разум сильнее страстей. Многих больных лекарь удерживает от того, что вредит им, однако их души и страсти упорно не желают отказываться от этого. Такой человек ставит свою страсть выше разума. Лекари называют такого лишенным мужества. Точно так же большинство страдающих от недугов сердца предпочитают то, что лишь усиливает их недуг, ибо так сильна в них страсть к этому. Источником зла является слабость восприятия, а также слабость и низость души. А источником блага является совершенство восприятия и сила, благородство и смелость души. Любовь и стремление – основа всякого действия и начала его, а ненависть и отвращение – основа всякого оставления и начала его. Эти две силы в сердце – основа счастья и несчастья раба Аллаха. Человек не может совершать действия по собственному выбору без причины, любви и стремления. Что же касается отсутствия действия, то иногда за ним стоит отсутствие причины, а иногда – наличие ненависти и отвращения, которые удерживают человека от совершения данного действия. Именно с ними связаны веления и запреты. Это именуется воздержанием. И именно с этим связаны награда и наказание. Так устраняются неясности, связанные с вопросом об отказе от действия. Действие это или отсутствие. На самом деле он может быть и тем, и другим. Если отказ этот обусловлен отсутствием причины, которая побуждала бы к совершению данного действия, то это отсутствие. А если он обусловлен наличием причины, удерживающей от совершения данного действия, то это действие. Стремление разумных. И добровольное действие, и добровольный отказ от него. Живое существо предпочитает ради получения пользы, которая приносит наслаждение, или избавления от страдания, благодаря уходу которого происходит исцеление. Подобный выбор делает каждый разумный. Более того, его делает даже бессловесное животное. Несмотря на это, большинство людей допускают страшную ошибку, стремясь к обретению наслаждения, которое обернется для них величайшим страданием. Такой человек причиняет боль душе своей, думая, что доставляет ей наслаждение, и лечит сердце свое тем, что несет ему тягчайшую болезнь. Таково положение того, кто сосредоточил внимание на сиюминутном и не думает о последствиях. А особенностью разума является то, что он смотрит на последствия. И наиболее разумный из людей, тот, кто предпочитает вечное наслаждение и отдохновение в мире вечном, недолговечному, быстро исчезающему наслаждению в мире этом. А самый недалекий из людей, тот, кто продает вечное блаженство, прекрасную вечную жизнь и величайшее наслаждение, ничем не омрачаемое и не имеющее никаких изъянов, за наслаждение подпорченное, смешанное со страданиями и опасностями, и к тому же быстро проходящее и скоро заканчивающееся. Один из ученых сказал, «Я посмотрел на то, к чему стремятся разумные, и обнаружил, что все они стремятся к одному и тому же, хоть и разными путями. Я увидел, что все они стремятся спастись от тревог и скорби. Они осуществляют это, кто посредством принятия пищи и питья, кто посредством торговли и добывания хлеба насущного, кто посредством вступления в брак, кто посредством внимания песням и другим внушающим веселье звукам, кто-то посредством развлечений и забав. И я сказал себе, вот к чему стремятся разумные, только все эти пути не ведут к их цели. Как раз наоборот, возможно, большинство из них ведет к противоположному этой цели. Я не увидел среди всех этих путей ни одного ведущего к цели, кроме всецелого устремления к Аллаху и сосредоточенности на нем одном и предпочтения его довольства всему остальному. Если следующий этим верным путем и упустит какие-то блага в этом мире, то он непременно обретет прекрасную долю, обретающий которую не потерпит никаких убытков, ибо обретающий ее обретает все, а упускающий ее упускает все. А если он обретет свою долю мирского, то обретет ее наилучшим образом. И нет ничего более полезного для раба Аллаха, чем этот путь, и ничто не приводит к блаженству, радости и счастью так, как приводит он. Аллах – тот, кто дарует успех. Две категории объектов любви Объекты любви делятся на две категории. То, что любят ради него самого, и то, что любят ради кого-то или чего-то иного. Если что-то любят не ради него самого, то оно непременно должно восходить к тому, кого любят ради него самого, потому что иначе получится бесконечная цепочка, что невозможно. Все, кроме истинного объекта любви, любят не ради него самого. Никого, кроме одного лишь Аллаха, не любят ради него самого. Любовь ко всему тому, что любят помимо него, является следствием любви к нему. Например, любовь к его ангелам, пророкам, приближенным, она является следствием любви к нему, Всевышнему, поскольку любовь к нему естественным образом предполагает любовь к тому, что любит он. На эти истины следует обращать особое внимание, поскольку это своего рода разделительная черта в том, что касается любви к кому-то помимо него, между полезной любовью и бесполезной, а порой и наносящей вред. И знай, что нельзя любить ради него самого никого, кроме того, чье совершенство, а также божественность, господство и самодостаточность неотъемлемы от сущности его. Что же касается остального, то его ненавидят и к нему питают отвращение из-за того, что оно противоречит тому, что он любит, и несовместимо с ним. И сила этой ненависти и отвращения должна соответствовать степени этого противоречия и несовместимости. Чем сильнее нечто противоречит тому, что он любит, тем сильнее должно быть наше отвращение к этому, будь то вещи, свойства, деяния, устремления или что-то иное. Это точные весы, на которых взвешивается согласие с Господом и противоречие ему, верность ему и враждебность по отношению к нему. Если мы видим человека, который любит то, что ненавистно Всевышнему Господу, и питает отвращение к тому, что он любит, то мы понимаем, что с его стороны имеет место соответствующая степень враждебности по отношению к нему. И если мы видим человека, который любит то, что любит Господь, и которому ненавистно то, что ненавистно Господу, так что чем больше Господь любит нечто, Тем больше этот человек любит это И предпочитает его остальному А чем ненавистнее это Господу Тем сильнее он ненавидит это И отдаляется от этого Мы понимаем, что с его стороны Имеет место соответствующая степень верности ему Придерживайся же этой основы В своем отношении к самому себе и к другим Ибо близость к Аллаху Заключается в согласии со славным покровителем В том, что он любит и чего не любит А не в многочисленных постах, молитвах Не в разорванном одеянии И не в духовных практиках То, что не любят не ради него самого Также делится на две следующие категории Первое, то обретение чего Доставляет наслаждение любящему Второе, то, что причиняет ему страдания Однако он проявляет терпение Потому что они ведут его к желанному Как, например, принятие горького лекарства Всевышний Аллах сказал Вам было предписано сражаться Хотя это было вам неприятно Как и все то, что связано с трудностями и опасностью Но вам может быть неприятно то, что является благом для вас И вы можете любить то, что является злом для вас Аллах знает, а вы не знаете Сура Корова, аят 216 Всевышний Аллах сообщил о верующих Что они питали отвращение к сражению С мекканскими язычниками и другими врагами Хотя в нем заключалось благо для них Так как оно было для них путем к величайшему И наиболее полезному из любимого ими Душа любит отдых, негу и роскошь Хотя на самом деле все это является злом для нее Поскольку приводит к упущению этого желанного Разумный человек не смотрит на наслаждение Которое принесет ему нечто желанное Из относящегося к тленным, сиюминутным удовольствиям И не предпочитает это И он не смотрит на страдания Которые причиняют ему нечто ненавистное Также из относящегося к сиюминутному, мирскому Поскольку это может оказаться злом для него И возможно даже обернется для него величайшим страданием И лишит его величайшего наслаждения Даже разумные любители мира этого Терпеливо переносят неприятные для них трудности Ради наслаждения, путем к которому они являются Пусть даже это наслаждение недолговечное и быстро проходящее Все происходящее с человеком делится на четыре категории Ненавистное, приводящее к ненавистному Ненавистное, приводящее к желанному Желанное, приводящее к желанному И желанное, приводящее к ненавистному Если говорить о желанном, которое приводит к желанному То оно содержит целых два стимула к его совершению И ненавистное, которое приводит к ненавистному Содержит два стимула к отказу от его совершения Остаются две другие категории, каждая из которых содержит два противоположных стимула Они-то и были сделаны испытанием для нас Душа предпочитает то, что ближе ей, то есть тленное мирское А разум и вера предпочитают наиболее полезное и долговечное Сердце же испытывает на себе влияние обоих стимулов и поддается то одному, то другому Это и есть область испытания, и когда речь идет о постановлениях шариата И когда речь идет о том, что постигает человека по предопределению Господа Голос разума и веры постоянно взывает, спешите к преуспеянию Поистине, утром хвалят люди проделанной ночью путь, а умирая, человек хвалит богобоязненность И когда сгущается мрак любви и страсти, и желания устанавливают Свою власть над человеком, этот голос взывает О душа, терпи, ведь это ненадолго, на мгновение И скоро уж уйдет все и исчезнет Субтитры создавал DimaTorzok